По фактуре, что именно нужно делать? Всем видите, тополя. У тополей срок жизни достаточно короткий, порядка 80, максимум 100 лет. Многие находятся в состоянии уже таком, при сильном ветре не могут падать. То есть их рекомендуется постепенно снимать. Потом обратите внимание на липы. Вот эти ряды лип, они реально исторические. У них можно видеть, что много есть повреждений. Вот, например, вот здесь вот, что ближайшее. Вот, например, дупло. Вот оно туда уходит вниз. Туда попадает вода, дерево гниет изнутри. Либо достаточно, это, ну, оно переносит такие дупла, но все равно его надо лечить. То есть нужно вычищать эти вот поверхности, нужно там внутри обеззараживать, нужно сделать пузырек, чтобы попадать туда не попадало, стекало. То есть провести какие-то санитарные мероприятия, чтобы дерево там продержалось как можно дольше. Таких деревьев всего по бульвару порядка 80, которым необходимо лечение достаточно срочно. В этой части их, наверное, штук 30, как я помню. Должен быть в аппетитурном плане выдержан ряд лип, вот два ряда лип вдоль дорожек. То есть мы видим, например, здесь они выпавшие, они каким-то причинам, наверное, не падали уже или сгнили. Тут этот ряд лип, несколько деревьев утрачено. Нужно их подсаживать. То есть чтобы эти ряды лип были защищены, и чтобы вообще структура бульвара выдержана была, нужно досаживать второй ряд деревьев. Вот мы видим сейчас там более-менее так где-то, ну деревья есть по большей части, где-то есть пробелы. Их тоже нужно там сажать, невысокие уже деревья. Предлагался кленгенала и боярышник. Кленгенала такое очень красивое декоративное дерево, оно невысокое, очень яркое, краской осенних листьев красных. А по краям предлагалось декорировать, и мы это дальше предлагаем елями голубыми. То есть акценты на краях голубые ели, рядовые посадки липы исторические возглавляем, и делаем защитные полосы из кленов и боярышников. Вот это я рассказал, то, что здесь нужно делать.